В Прикамье успешно взят курс на оптимизацию негативных последствий от пандемии. Об этом глава региона Дмитрий Махонин рассказал в рамках ежегодного отчета с оценкой работы краевого правительства за 2020 год. Губернатор Прикамье отметил, что пандемия заставила пересмотреть приоритеты работы краевых властей, учесть новую реальность и направить все силы на создание комфортных условий для жителей края – образований, здравоохранений, поддержки бизнеса и развития промышленности и не только. Несмотря на сложности с снижением налоговой базы, вы это тоже прекрасно знаете, во-первых, мы не приостановили, а только увеличили все свои социальные обязательства, во-вторых, мы не приостановили ни одного крупного инвестиционного проекта, ну и, в общем-то, дополнительно мы потратили, и это совершенно было приоритетно и обосновано, средства, в том числе из краевого бюджета, создавая стабилизационный фонд в размере 6 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Большая часть задач была связана с достижением целевых показателей по нацпроектам, старт реализации которых дал президент России Владимир Путин. Это реализация нацпроекта «Жилье и городская среда», «Образование», «Демография», «Безопасные качественные дороги» и другие. Особое внимание глава региона уделил аграрному сектору. Это не случайно, потому что действует множество программ. Одна из самых крупных – это федеральная программа комплексного развития сельской территории. И объем финансированный очень серьезный. Поэтому приятно было сегодня услышать о том, что губернатор вник в проблему развития сельского хозяйства, в процессы. Он уже говорит о перспективах, о том, что необходимо сегодня скорректировать в этой связи. Отдельное внимание в отчете губернатор уделил также и формированию современной городской среды и качественной инфраструктуры. Один из ключевых приоритетов, отмеченных в послании – улучшение транспортной инфраструктуры, развитие дорожной сети, переселение из ветхого и аварийного жилья, а также развитие отраслей ЖКХ. Сделано очень много. И самое главное, те принципы, которые заложены, а основывающий принцип – это необходимость развития и модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения, он остался неизменным. И сегодня те средства бюджетные, которые были выделены, они остаются и на последующие годы. Об этом тоже было сказано. Пермский край меняется. И несмотря на непростые экономические условия и вызовы пандемии, в Прикамье, как в крупных городах, так и в сельских населенных пунктах, строятся школы и детские сады, обновляется оборудование в больницах, ежегодно сдаются километры дорог. Чтобы люди чувствовали позитивные изменения уже здесь и сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok